Приветствую всех на моем канале, особенно коллег по несчастью Ну почему по несчастью, потому что столкнуться впервые с аппаратурой Радио Мастер это можно сказать стресс По той причине, что после Flysky, когда ты не работал с Радио Мастер раньше, это действительно стресс Такое обилие меню всевозможных настроек различных фраз из которых две трети может быть даже и Четыре пятых, вообще практически не нужны для полетов, для настройки полетных режимов Ну я не знаю, это только усложняет работу с пультом, но Радио Мастер Покет очень хорошая аппаратура Особенно в вопросах регулировки, вернее не регулировки, а управления квадрокоптером Очень мягкие стики, ну замечательно, после Flysky пульта, ну просто небо и земля Но настроить по сравнению с Flysky полетные режимы, ну это когда не знаешь, когда уже разобрался, то да, уже нет проблем А когда только начинаешь разбираться, да еще нет толковой инструкции В интернете там краткое описание функций ключей, ну переключателей, стиков И больше там ничего толком нет Поэтому до всего необходимо доходить самому Если нет подсказок в интернете, то это проблематично Но кое-какие проблемы в ютюбе я нашел Что касается логических свитч ключей Ну опять же они не совсем Не совсем для Enava Те регулировки, которые предлагаются Они особенно для нефиксируемой кнопки Для запуска моторов Ну что-то у меня не пошло Поэтому пришлось немножко по-другому Да и мне и неудобно Включать Army моторы С левой стороны Потому что У меня было В практике ряд моментов Когда я случайно Переключал Вернее выключал моторы Когда дрон находился в полете И он у меня Грохался На землю При этом Ну благо что он Те дроны у меня были В пластиковых крепких корпусах Ломались только ноги И правда ломались подвесы Поэтому сейчас у меня Из трех подвесов только один рабочий А два вроде как На запчасти Но они мне особенно И не нужны сейчас Поэтому я решил Перенести Ключ Запуска Моторов Как мне привычно На правую сторону А с левой стороны Не фиксируем Кнопку Переобщить К режиму Возврат домой Которым Я пользуюсь Довольно таки редко Как правило У меня Дроны возвращаются В ручном режиме Ну Сейчас я вам покажу Что какие Да Сразу предупрежу Что я перепрошил Свой pocket Прошивкой Стояла от Производителя 2.9 Я перепрошил На 2.10 Прошивка Для Зора И для Радиомастер Покет Она Идентична Единственное Что У Зоров Больше Регулировочных Ключей Или органов Управления Будем так говорить И Естественно В прошивке Там Присутствуют Все эти Органы управления Но Их Элементарно Можно так сказать Удалить То есть Не задействовать И они вам Не будут мешать Абсолютно А все остальные Все функции Они Такие же Ну Плюс Еще в Десятой версии Вы можете Убрать Ненужные Режимы Для управления Или для настройки Самолета Планера Крыла Ну и другие То что вам Не надо В 9 В 2.9 Вы убираете Эту галочку У ненужного Режима Она потом Все равно Появляется Все равно Этот режим Появляется Никак его Убрать нельзя Перезагрузили Он раз Появился Перезагрузили Появился А там уже Убрали галочку Все Он у вас Не появляется Так что Очень удобно Ну Сейчас я вам Демонстрирую Какие же у меня Тут Функции Работают Я не буду Запускать Моторы Вы и так Услышите Что моторы Срабатывают И так Вот у меня С правой стороны Извините Я еще не включил Аппаратуру Включаем Аппаратуру Режим Аппаратуру Возврат 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 В точку старта Срабатывают Срабатывают Возможно Два Варианта Без Аварийный Режим Включен И Аварийный Режим Выключен И просто Возврат В точку старта Я немножко Никак Не мог Я сначала Просто Возврат В точку старта Но когда Выключаешь Этот режим Он опять Начинает Трендить Возврат В точку старта Надо было как-то Отличить Когда же у тебя Аварийный Режим Включен Возврат А когда Он выключен Чтобы не получал Как у меня было Первоначально Что У меня Оказывался Включен Режим Возврата И я никак Не мог Заармиться Возврат В точку старта Вот это он Выключен Возврат В точку старта Аварийный Режим Включен Возврат В точку старта Это аварийный Режим Практически У нас Поэтому он должен Будет включен А выключен Возврат В точку старта Вот он Выключен Дальше У меня есть Еще Ключи Трехпозиционники Которые Чисто у меня Задействованы На Пит Я вам покажу Когда Перейдем Война Я вам покажу Их все функции Как они действуют А потом Мы перейдем К настройке Непосредство Самих Режимов Полета Итак Я подключил Айнав 7.0 На страничку Модос И здесь Мы будем Настраивать Или Вернее Контролировать Наши Ключи Все Вот как работает Итак Я Включаю Ключ Отвечающий За Arm И вы видите Что Здесь у нас Срабатывает Ключ Без Без каких-либо Проблем Я нажимаю Расфиксируем Все Выключился Не надо Здесь никаких Задержек Водить Ничего Потому что Он срабатывает Полностью Ключается После того Как Сам Микро Переключатель Фиксируется Для полного Отжатия Пока Вы его Не Прожмете До конца Он у вас Не выключится Выключается Следующий Режим Стабилизации Режим Стабилизации У меня Входит Здесь Angle Можно Было Назвать Его GPS Но я Там GPS Не нашел Там Есть Круиз Можно Было Его Назвать Круиз Можно Было Он Будет Вам Говорит Что Режим Круиз Включен Вот Agile Angle Круиз Post Hold И Nav Alt Hold Вот Они У меня Все На Восьмом Канале Можно Что-то Убрать Но Вам Допустим Круиз Здесь Не Нужен Зачем Круиз Когда Все Включены Три Режима Они Фиксируют Практически Тот Круиз Или Наоборот Поэтому Тут Уже Экспериментируйте Как Хотите Вот У меня Включены Я Включаю Режим Стабилизации Стабилизации И Они Все Виде Все Срабатывают Вы Заметили Наверное Что Вот На Шестом Канале На Шестом Канале У меня Крути Как Ключ Сработал Он Сработал При Включении Подачи Тока На Приемник И Включение Аппаратуры То есть Когда Сразу Включается Аппаратура И Подается Ток На Приемник Дрона Значит Этот Ключ Срабатывает И Я Никак Не мог Поначалу Как же Мне Разобраться Что же Мне Делать Если Он При Включении Сразу Срабатывает И Блокируется У меня Режим Включения Мотора Ну Все Было Гораздо Проще Потому Что У меня Этот Ползунок Сначала Стоял Здесь Вот Я Просто Перевел В Левую Часть И При Включении Режима Возврат Сначала Мы Отключим Режим Акро Вот Мы Отключили Режим Стабилизации И Перешли В режим Акро Автоматически Видите Как удобно И Вот Наблюдаем За Режимом Возврат Домой Я Нажимаю Нефиксирующуюся Кнопку Нефиксирующийся Ключ Возврат В точку Старта Аварийный Режим Включен Вот То есть Это Аварийный Режим Практически И он Включен Возврат В точку Старта Вернулся В точку Старта Я Отжал Он Вернулся В точку Старта Все Но Проблем Дальше Я вам говорил Что есть Еще У меня Ага Да Я Забыл Вам Сказать Просто Сейчас Не Включен У меня Монитор Приемника Ну Я вам Здесь Покажу На Седьмом Канале На седьмом Канале У меня Трехпозиционный За что Он отвечает Он отвечает За Переключение Экрана Вот В таком Положении У меня Экран Основной В таком Положении Во втором Положении У меня Экран Для Регулировки Пит И В третьем Положении У меня Чистый Экран Ну Надо Если Поснимать Без Лишнего Полетать И Поснимать Без Лишнего На Экране Ну Вот Можно Переключить Такой Режим Все Работает И Дальше Ключ На Десятом Канале Трехпозиционник И Вертушка Которая У меня На Девятом Канале Переходим На Айнави Переходим Мы В Настройки Вот видите Это Настройки Пит Девятый канал Вертушка Отвечает За перемещение Контакта От этого Замыкания А Десятый Отвечает За Уменьшение Или Увеличение Вселение Того или Ного Режима Тех Немных Позиций Пит Сейчас Покажу Наверное Подключу Монитор Вот Сейчас Я Вернусь 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 Модес Седьмой Вот Канал Я Постараюсь Продемонстрировать Вот У нас Вот Как работает Переключатель Раз Вот Видите Пиды И Читы Ну Возвращаемся Так Мы Вернулись Вернулись Возвращаемся И Как У нас Тут Работает Вот Девятый Канал У нас Вертушка Сейчас Я Переключусь В нейтральное Положение Я Переключил Нейтральное Положение Десятый На десятом Канале Трехпозиционник И Вот Можно Переключать Различные Перехожу Для регулировки Для регулировки Запустим По яву Режим П Переходим Вот И Убавляем Или Прибавляем Вот Но я фиксировать не буду Вот так вот действует Ну Чтобы Выведем За пределы Поля Чтобы он у нас Не пищал Не уменьшал Вот здесь мы Регулируем То есть В полете Я могу Подстраивать Уменьшать Или Увеличивать Ту или иную Позицию Для Стабилизации Полета Или Первоначально При первых Запусках Чтобы Выставить Свои Пиды Те Которые Мне необходимы Которые Меня устраивают Я могу Настроиться Именно В этом Экране А потом Он у меня Как резервный Только для того Чтобы где-то Подстроиться Потому что Меня эти Винты Пропеллеры Меня Эти Аккумулятор Более тяжелый Ставите Более мощный Или более слабый Значит Ну все это Сказывается На Полете На работе Моторов На работе Регуляторов И естественно На работе Фильтров Поэтому Изменили А что Вы будете В поле Выезжаете С разными Аккумуляторами С разными Винтами Двухлопастные Трехлопастные С шагом Три с половиной Четыре с половиной Пять ноль А все это Тоже сказывается И на вибрациях На полетах На управлении Поэтому Где то Уже Определились Под какой Винт Под какой Аккумулятор Где что Добавить Где что Убавить И вот Регулировать Это очень Удобно Ну вот В общем Вот Такие Регулировки У меня Здесь Вот И такие Регулировки У меня Здесь Кому Подходит Кому Подходит Это У меня Пяти Дюймов Ну тут В принципе Без Разницы Пяти Дюймовые Семидюймовые Это Они Одинаковые Это Настройки Которые Не Влияют На Качество Полета Это Не Пиды И Рейты Поэтому Тут Тоже Совсем Другая Песня Переходим Уже Непосредственно К Аппаратуре Как же Что Мы Тут Делаем Я Отключаю Но Анаф Он Нам Уже Не Нужен Переходим Ну и Естественно Не Нужен Дрон Отключаю Ему Надо Показать Вам Наверное С самого Начала Или Давайте Я Вам Покажу Все Режимы Здесь А потом Покажу На Примере Одно Одно Из Настроек Как Это Выставляется Значит Заходим Заходим Мы В меню Моделей Нажимаем Правую Кнопку В центре Которая У нас Здесь Неплохо Видно Я Не помню Как она Мода Что ли Ну Кажется Моделей Вот Кнопка Мод Вот Нажимаем Здесь У меня Вы видите Все Модели Которые У меня Есть Но Это Покет Это Была Установлена Первоначально FPV Дрон Тоже Только Я Тут Уже После Прошивки Перенастроил Симулятор Уже Сам Создал И Mark 4 5 Дюймов И Mark 4 7 Вот У меня Модель Значит Ну У нас Задача С вами Сейчас Стоять Не Все Меню Так Сказать Радио Мастер Покет Изучать А Как Я Какие Режимы Как Я Настроил Как Выставил Показать Вот Заходим В Модель Второй Кнопка Слева Ну Сверху Слева Начинаем Перелистывать Заходим Сетап Здесь Когда Вы Создаете Канал Давайте Сейчас Я Сразу Сначала Покажу Что у меня Здесь Есть Пролистаем А потом Я покажу Как я Создавал Потому Что у Нас Я думаю Что вы Уже Модели Создали Только Вопрос В том Как Правильно Режимы Полета Настроить Сетап Мы пропускаем Здесь Название Инпут Мы пропускаем Но Я хочу Вас Предупредить Проверьте Чтобы У вас Правильно Были Здесь В правильном Порядке Выставлены Стики Управления Потому Что У меня Было Все Наоборот У меня Стоял Рут Стоял Вверху Потом Стоял Помню Как они Тут Называются Эти В этом Варианте Потому Что я Привык Пить Рол Яв Вот А тут Все У нас Газ В общем Газ У меня Стоял Вторым Пить Тут Еще В общем Все Перепутано Было Потом Пришлось Разбираться Заходим В микшер В микшере Тоже Необходимо Выставить В правильном Порядке Чтобы У нас Начало По Рол Потом По Пичу Печь Потом Газ И Потом Яв Вот В таком Порядке Было То есть Как В моде Не в моде А Как Вой Нави У нас В приемнике В регулировках Там Выставляется В такой Последовательности Должны быть Каналы Выставлены То есть Как Война В каналы Идут Так И здесь Должны Быть Каналы Первый Второй Третий Четвертый И с пятого Пошли Уже У нас То что Мы сами Тут Выставляем Вот Пятый Канал У меня Арм Вот Был Сначала Я Хотел Как Товарищ Предлагает Выставить Нефиксируемый Ключ Но Я Здесь Перешел На Ключ СД Это Ключ Вот он Видите Когда я Нажимаю Он Выделяется Вот Перешел На Ключ СД И здесь Настуя Арм Вот Дальше Я На Шестом Канале Вот Этот Нефиксируемый Ключ Я Здесь Как Уже Показывал Вот Выключил Все Вот Пошел Дальше Седьмой Седьмой У меня Это Трехпозиционник ОСД ОСД Здесь Еще Два Поддиапазона То есть Первый Второй Третий Экраны Вот Они У меня Здесь ОСД Седьмой Один Экран ОСД Плюс Второй Экран И ОСД СБ Вот Здесь У меня Это Третий Экран Вот То есть И вот Дальше У меня Восьмой Канал Это Стабилизация Вот Восьмой Канал Это С левой Стороны Двух Позиционник Все Отключил Выключил Выключил Режим Акро Включил В режиме Стабилизация Без проблем Все Пошли дальше Девятый Это У меня Вертушка То есть Этот Барашек Вот Он Здесь Не Показывается Но Это Вот Это При настройке Пидов Я вам Только что Показывал И Десятый Трехпозиционник Видите Тоже Основной И два Под режима Вот Он Я вам Продемонстрировал Перешел Во второй Режим Перешел В третий Режим Все Здесь Видно И так Как же Выставляемся Ну Давайте На одиннадцатом Он Легко Потом Удаляется Вот Мы Нажали Создали С вами Канал То есть Вы сразу Определились Им На каком Канале У вас Что Будет И Назначаете Здесь Нажимаете Этот Основной Ключ Вот Который Три Бежит Так И Набираете Название Вашего Ключа Которым Вы тут Будете Как он Будет Называться То есть Функция Это Будет У вас Или Арм Или Это Будет РТ Или Стабилизация Ну То есть Что Вам Больше Нравится Или Роста По номерам Назначить Вот Чтобы вернуть В обратную Нажимаете Верхнюю Кнопку С Левой Стороны Следующий Переходите Это Здесь Вы Назначаете Ну Свой Ключ То есть Какой Ключ Будет Работать Вот Нажали Все Вы Нажали Он Тут Появился Одновременно Значит В Свич Можете Пока Не назначать Свич Вот Вы Назначили Да Зафиксировали Значит Свич Вы Можете Сразу Здесь Выбрать Допустим Опять же Этот Ж Тоже Ключ Так Нажимаете Отмикает Странно Что А Это Я же Не туда Проскочил Вот Свич Пардон Вот Нажали Он Опять же Тоже Этот Ключ У вас Зафиксировался Ну Давайте Пусть Пока Будет Все Вот Вы Создали Больше Здесь Ничего Не Делаете Вы Вы Ходите Вот У нас На Одиннадцатом Канале Будем Считать Его Первым Мы Создали Ключ Переходим Дальше Запомнили Второй Кнопкой Сверху Мы Переключаемся Дальше Отпут Мы Не трогаем Здесь Ничего Отпут Вы Видите Если Мы Начинаем По По Пичу По Ролу Начинаем Вращать Стик То У нас Здесь Изменение Колеблется Но Он Постоянно Дергается Потому Что Он Довольно Таким Мягкий Переходим Следующий Переходим В режим Логических Свитч Видите Здесь Сколько У меня Свитч Ну Я Не смогу Здесь Ну В принципе На Одиннадцатом Сейчас Попробуем Итак Какую Функцию Мы Здесь Вводим Сначала Выбираем Edge То Мы Его Вот Вот Edge Дальше У нас Идет SD То есть Мы Arm У нас Здесь SD Да Ну Можно Значит Тут Вариантов Сколько Стрелка Вверх Стрелка Вниз То есть Возврат Это Или Назад Действие Или Вперед Действие Вот Вперед Ну Давайте Вперед Сделаем Вот Вставляем Вперед Здесь Можно Задержку Выставить Можно Выставить Задержку Это Вот Время Задержки То есть Через Сколько После Нажатия Вашей Кнопки Но В данном Случа Когда Двух Позиционник Этого Не надо Делать Он Не Нужен Если Допустим Вы Нажимаете Нефиксированную То есть Ну Вот SE Которая Нефиксируется Нефиксированную Кнопку То Да Тут Он Включался Не сразу А через Какое-то Время После Нажатия Значит Включался Режим Вы Тогда Можете Здесь Выставить Время Вот Одна Секунда Допустим Вот Одна Секунда И От Одной До Двух Секунд Допустим Ну А как Вы Определите Что Вы Две Секунды Держите Можете Проскочить Можете Не Держать Ну Одну Да Можете Просто Передержать Больше Поэтому Чтобы Больше Одной Секунды Значит То есть Не меньше Одной Секунды Время У вас Было Вы Тогда Здесь Переходите Вставляете Вот То есть Больше Одной Секунды Время Должно Моторы Армятся И Вы Отпускаете Вот Ну Это Теоретически У Меня Может Можно Было Просто Попробовать По-другому Если Б Я Вот Эту Задержку Не Вставлял Может Быть Они У Не Сработали Но Мне Это Немножко Помучался И Понял Что Это Мне Не Надо Вот Поэтому Я Убрал Это И Перевел На Двух Позиционный Ключ Вот Все Здесь Больше Мы Ничего Не Делаем Мы Больше Ничего Не Делаем И Возвращаемся Так Чтобы У нас Режим Арм Был Нам Нужен Еще Один Лог Вот Лог 12 Чтобы Он У Нас Задействован Был Вот Мы Его Открываем И Идем Самый Так Активируем Идем Самый Конец От Stick Стики И Определяем Stick Задействуем Вот Выбрали Теперь У нас На Одиннадцатом Логе У нас Определена Функция Для Ключа SD И Мы Идем На Одиннадцатый Ключ Активируем Вот Одиннадцатый Есть То есть В1 Это Определяет С Каким Логом Мы Работаем Вот На Одиннадцатом Ключе В2 Мы Действие Обратное Действие Там И Вперед А Здесь Мы Сейчас Покажем Кстати Сразу Скажу Вот Это Действие Если Вы Что То На Ключе SA А SA Вот Он У нас Ключ Вот Он Он Обозначается Вот Таким Вот Образом Потому Что Будете Искать SA Не Найдете Я Сразу Показываю Что Вот Это SA Ключ А Мы Ищем SD Вот SD Да У Нас Была Значит Стрелка Вниз Теперь Мы Стрелку Вверх Стоп SD Вверх Вот Она Фиксируем SD Вверх Все С Логическими Ключами Мы Здесь Закончили Теперь Мы Переходим Во Что Специальные Функции То Есть Стоп То Что Такое Не Теб Кнопки Жал Вот Специальные Функции Смотрите У меня Тут Тоже Сколько Специальных Функций И Здесь Нам Надо Озвучить Наши Действия Вот Мы Открываем Где Где Наш Одиннадцатый Вот Он Дальше Переходим Ищем Плейтрек Проскочил Вот он Плейтрек И Здесь В нашей Коллекции Звуков Мы Переходим В коллекцию Звуков Вы Можете Сразу Определиться Какие Звуки За что Отвечают Вот Так Это у нас ARM Двигатели Выключены Пилотажный режим А Это пилотажный режим Извините Так Это Этот Где у нас Так что Так Ладно Сразу Вот Эта стрелочка Это значит Он включен И будет Бой звук Если Не будет Галочки Этой То Этого Звука Не будет Так ARM Ищем ARM Будет у нас Дважды Повторяться Сейчас Потому что У нас уже ARM Есть Вот А нет Это ARM Вот Так Вот ARM Вот ARM Мы Включили ARM Сейчас Мы Все Двигатели Видите Запущены У нас Вот Это Теперь Делаем Ага Чтобы он У нас Еще Такое Делать Вот Здесь Активируем И чтобы У нас Где не надо Он не повторялся Мы Ограничиваем Восклицательным Знаком Чтобы У нас Только В этой Функции Включался Так Дальше Фиксируем Переходим На 12 Открываем 12 Чуть я не понял Не понял Что-то Мне больше Здесь Вот он 12 Тоже Точно Так же Мы Делаем Плейтрек 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 И здесь Выбираем Дезарм 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 Тоже сюда Галочку Двигатели Выключены Вот И тоже Здесь Вот так Фиксируем Выходим Отсюда И Заходим Можем По-другому Было Выйти Конечно Так Стоп И Заходим В микшер Помните Мы там Поставили Вот В 11 Канале СД То есть Номер Название Ключа Заходим Длительным Нажатием У нас Получается Мы Зашли Спускаемся Сюда К СД И Вместо СД Р 12 Вот Она У нас Двигатели Запущены Двигатели Выключены Двигатели Запущены Ну Это Двигатель Почему Двигатели Запущен Двигатель Выключен Потому Что У меня Получается Что Здесь Надув На этом Ключе Два Два Раза Зафиксировано Поэтому И Пятый Канал И Одиннадцатый Канал Поэтому Тут Бой Когда Вы На Одно Канале Все Сделайте Один Раз Все Будет Нормально По Лишний Раз Не Будет Болтать Итак Мы Выходим Из этого В микшере И Так как Он нам Не нужен Длительное Нажатие Переходим Вниз И Что Удаляем Все Нам Это Здесь Не Нужно Сейчас Надо Пойти Проверить Чтобы У нас Нигде Не Было Все Все Оп Чуть У меня Девятый Проп А Ну да У меня Здесь На Девятый Десятый Здесь Ничего Не Выставил Все Так А Здесь Тоже Надо Убрать Чтобы У меня Не было Тут Лишнего Так Стоп Убрал я Лишнее Вот В общем Такой Принцип И Таким Образом Вы Можете Настроить Все Все Ключи На все Органы Управления Вашим Квадрокоптером Если Что-то Непонятно По Этому Вопросу Я Оставлю Ссылочку На Более Опытного Человека Ну 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 Я Я Вам Скажу Что Его Настройки Мне Немножко Не Подошли Поэтому За Основу Я Взял Его Теоретическую Базу Значит И Уже Дальше Путем Проб И Ошибок Я Уже Себе Настроил Вот То Что Настроил Если Вам Немножко Было Нудновато Меня Слушать То Извините Ну Как Могу Задача Моя Стояла Не В том Чтобы Вам Америку Открыть А в том Чтобы Кому То Кто Впервые Столкнулся С этой Аппаратурой Помочь В настройках Да И Кстати В Прошивке В прошивке 2.10 Там Уже Идет Русская Озвучка Она У меня Здесь Сейчас Стоит Алиса Но Я Вам Сейчас Постараюсь Продемонстрировать Ту Озвучку Ту Прошивку Для Этого Я Извлеку Карту Памяти Из Покета И Выставлю Другую Потому что Я Скопировал На Другую Карту Памяти Очень удобно Если у вас Есть карта Памяти Прямо Со С С С С С С С С С Другой Скопировали Скопировали Эту Прошивку На Карту Памяти А Потом Просто Вставляете Сюда Меняете И На Этой Карте Памяти Можете Упражняться В настройках Как Угодно Чтобы Допустим Не Испортить Эту Прошивку Вынули Ее Убрали Или Скопировали В жестком Диске В отдельную Папку В общем Такие Мои Советы Сейчас Я вам Еще Продемонстрирую Прошивку И Вот Я Уже Вставил Карту Памяти С Другой Прошивкой Посмотрите Оцените Можете Она вам Больше Подойдет Добро Пожаловать В HTX Вот Видите Вот Такая Вот Я Здесь Уже Тоже Ну Здесь Пока Еще Ничего Я Не Настраивал Ну Здесь Надо Я Только Вот Она Модель 0 1 И Пока Все Но Озвучка Уже Русская Есть Русская Озвучка Поэтому Можете Пользоваться Все Остальное Уже Настраивайте Сами Все Спасибо За Внимание Есть Какие Вопросы Пишите В Комментариях Остальное